Как-то в поезде чая нет, Двашек. No, 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 no filming. Носочками ты попахивает уже. Тихо, тихо, тихо. Делай вид, типа, ты такой турист. Он тут не спит, вон там. Так, 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 так. Куда собрался? В кольцо у нас. Многие любят ругаться на РЖД, но у нас покупка билетов организована в 100 раз проще и понятнее, чем у китайцев. Облом, не тот вокзал. Ремешки, приветствуем вас в Шанхае. Мы посмотрим самый крутой плацкарт в мире. Ремешки, знаете ли, что такое матрица? Вот она. Это кассы ЖД вокзала Шанхая. Дай мне 60 юаней. 9, 10, 11, 12. 15 минут до отправления. Я тоже знал, что это другой вокзал. Отсюда ходят поезда дальнего следования и несколько скоростных, но скоростные, вот которые крутые, вот эти модные, они с другого вокзала. А этот центральный, вот обычный плацкарт, вот он прям, видите? Вот, Дима, крупный, покажи, там, крупный, там. Обычный вообще купе, как у нас, вообще. А мы едем на плацкарте, который стоит 6 тысяч рублей. Так, вагон номер 15. Это нам явно в ту сторону. Класс. Смотри, какой интересный. Такой футуристичный. Мне уже нравится. Е-е-е, успели. Дима, успели. Надо подснять морду лица поезда. Давай, давай, сходи, покажи. Офигенно. Это китайский плацкарт. Здесь нет локомотива. Вон там машинист. И как Сапсан, короче говоря. Так, заходим. Вау. Охренеть. Это, ребяшки, плацкарт мечты. Зацените. Охренеть. Слов нет. У меня прям одни эмоции. Так хочется прям тут уже поспать наконец-то. Тапочки, смотри. Тапочки есть. Смотрите, вот прям заходим. Проводников нет. Никто не встречает. То есть, как бы сами два раза билеты проверили. Как и на театрах новых. Зашли, а там уже зал, сами выбираете. Го, please. Ступеньки. Длинные вообще. Полки здоровенные. Можно сидеть. Они еще превращаются в эти. Кресла. Вот это я понимаю. Это самый новый поезд. Так всего. Я сейчас. Спасибо. Четыре штуки. Тебя че, ребят, что я разденюсь. Это все спокойно расскажу. Привет,ешки. Теперь по порядку. Как видите, это одна длинная колбаса. Вот, посмотрите лучше туда. Всю перспективу оцените. Где его зазуем? Прям туда зазуем вообще. Это один длинный такой вагон. Билетики у нас все-таки проверили. Вон там кондуктор. То есть, если кто-то храпит громко в соседнем вагоне, то этот вагон тоже будет это слышать. Все купе двух типов. Первое купе – это с кроватью немножко внутри. Это вот мое такое, как бы, купе, назовем это купе, место. А у Димы кровать снаружи. То есть, он сюда садится. Это все жесткое. Оно, как бы, никуда не поднимается ничего. Дима может сидеть… Дима, я тут посижу у тебя немножко. Дима может сидеть вот так вот. Ноги туда опустить, достать свой ноутбук или там чайка какой-то. И здесь что-то поделать. То есть, у него тут столик. И тут что-то делать. Один минус у столика. Нет бортика. Вот у этого столика. Он есть минимальный, но какой-нибудь стакан, бутылка здесь будет кататься туда-сюда. Это надо иметь в виду. Сеточка тоже какая-то номинальная, чисто для телефона. Непонятно, что туда убирать. В плане секьюрности это место круче, потому что туда можно засунуть свой чемодан. Для тех, кто прям сильно парится. Туда вот его прям засунуть. Там даже, видите, такие боковиночки специально мягкие есть. И там чемодан ваш спокойно стоит или ездит, если вы плохо закрепили. У меня место, как мне показалось, круче и удобнее. Оно внутреннее. То есть, я сюда зашел, в комнату свою зашел и сижу такой здесь. Что есть в купе? На месте на этом, да. Во-первых, свет. Электрика вся немецкая. Шнайдер-электрик. Ну, делается в Китае наверняка. Универсальные розетки. Европейская, китайская и американская. Полочка есть такая. Тут тоже бортиков нет. Мне странно, что она как-то вот никак не используется. То есть, было бы неплохо здесь делать. Ну, там, открыть какую-то тумбочку и так далее. То есть, она уже здесь все равно все есть. Куда повесить одежду? Я зашел. Первым делом, что надо раздеться. Три крючка. Раз, я повесил кофту вот сюда. Вот, кофта висит. Второй крючок. И третий крючок вот здесь. В принципе, норм. Если длинное пальто, уже неудобно. Потому что упирается все в кровать. И вот здесь крючка нет. Тут тоже его как-то нет. Вот у Димы вот куртка уже как-то попала. Более, какая-то у вас шуба, меха и так далее. Будет вам немножко геморройненько. Внизу просто куча мест. Просто миллион мест. У меня там чемодан, по-моему, большой достаточно. Он вообще где-то там затерял тапочки. Все, пришли. Тапочки для верхнего места, для нижнего места. Причем разного цвета. У Димы голубые, у меня красные и желтые. Такие вот китайцы смешные. Место жесткое. Такое реально жесткое. Тут у нас вот такая вот мягонькая штучка. Потом еще такой китайский мягкий матрасик. Простыночка все белая, чистая. Подушка гречишная. Слышите? Гречка. Что еще есть? Индивидуальное освещение. Вот такая вот лампочка. У меня метр восемьдесят семь. То есть вот еще вот столько еще места есть. Прекрасно. Лежится и так, и сяк. И можно ноги сюда, коленки. Кто-то как любит спать, да? Полки, они вот с такой боковушечкой удобные. И можно так ногу положить, как вот. Сейчас я там включу. Получше будет. Вот так. Тут есть спиночка. Вот так. Класс. У Димы она мне показалась удобнее. Прям у столика можно сидеть. Но тут тоже, в принципе, ничего. Прям сидите на спиночке. Закрывайте шторочку свою индивидуальную. Кручочек. А потом делайте то, что я вам хотел показать. Вот оно. Вот красота. Да я здесь, Дим. Ты куда снимаешь? Посмотри. Так круто. Это так. Причем все материалы. Все материалы настолько качественно сделаны. Все прям такое. Ручки везде. Вот там, где надо. Когда вот тянешься куда-то, типа схватиться, и попадаешь ровно вот именно в ту ручку, которая тебе нужна. Обалдеть. Как это китайцы, да? Причем китайцы маленькие, да? А продумали все до мелочей даже для тех, кто выше ростом. Это натуральный люкс. Блин, что это классно. Вот верхнее место. Два типа места. Тоже внутреннее. Вот туда вот, в такой домике. Внутреннее. И внешнее. Хватаемся, лезем, лезем. Полочка тоже. Все то же самое. Освещение индивидуальное. И можно лежать. Боковушка есть. То есть ограничитель не свалитесь. Видите, вот такая выемка. Это для смартфона специально. Чтобы смартфон ночью лежал на месте. Плаз-карт. Так. Люди вот тут уже отдыхают. Это что у нас здесь? Туалет. Смотри. Два туалета. Достаточно большое расстояние от туалета до купе. Но при этом дверей нет. Открываем. Чего чистенькое. И пахнет вкусно. Ну, тут какие-то ароматизаторы, что ли? О, Дим. Да, реально, смотри. Двери нет, которые отделяют туалет от купе. И в ночи вот это слушать не клево. Поэтому надо брать на средние места. А еще интересно. Иди назад, назад, назад. И смотрите, что здесь у нас. Раковина. Класс. Детские места, это бесплатные. Если вот вы ростом такой, вот ниже, то бесплатные места. А тут, видимо, какие-то льготы. А тут, тихо, тихо, тихо. Делай вид, типа, ты такой турист. А, не, ему пофигу, пойдем дальше. Вот стык вагонов. В тамбуре покурить не удастся. Вон, бесплатная питьевая вода. А купе-проводника за чайком зайти нету. Ты не видел купе-проводника? А тут вообще их, по-моему, нет. Вот один дядька ходит, и две уборщицы. Вон там одна. И вот одна. И все, больше нет никого. Давай еще пройдемся, может, что очень интересного есть. У нас тут, ты как шиловато. Люди спят уже. Видишь, прям. Вот, видите, люди с детьми едут. И сидят там у себя в кабинке. И нормально. Люди, видишь, отдыхают. Светодиодное освещение. Дошек. Извините. Нет, 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 нет. Не снимать. Носочками ты попахивает уже. Друзьяшки, зацените ширину прохода. И этот проход всегда свободен. Никаких носков. Никаких вот этих вот посиделок с фольгой, курочкой и так далее. Все едут в своем собственном хопе. Я с рюкзаком иду, с тяжелым, абсолютно комфортно. Поезд идет очень плавно. Очень плавно. Скорость, ну, сейчас 125, до этого было 160 почти. Люди лазят вверх, не наступая ни на стол. Не наступая ни на чьи ноги. Ни на что не наступая. Они лазят вверх по лестнице. Вот. Раз, два, лестница. То есть, если вы даже ночью спите и пришел... Тут будет три остановки ночью. Я подозреваю, что к нам там подсядут. И пришел пассажир ночью, да, он спокойно... Вот это все закрыто, то есть вы здесь спите, он спокойно поднимается по внешней стороне, ложится наверх и все. Хелло. Михао. Это все, это весь ресторан. Окей, ну, ну, филми, ну, филми. Ну, ти. Как это, в поезде чая нет? Давай доширак возьмем. Да как? Душек надо поесть. О, вот это уровень, не то, что у нас. Смотри. Не хотел бы я быть соседом этого чувака. Будильник орет у кого-то. Дошек, ребяшки. Рекламные. Нет, где наша реклама? Вот она, Синемут. Класс. Ребяшки, ночь в китайском планскарте. Тишина абсолютная, очень тихо, вообще никто не храпит, никто не орет. Поезд едет себе сто с лишним километров в час всю дорогу. Очень плавно. Времени 2.32 ночи. По Китаю. Ничьи ноги не торчат. По всему поезду, вон, до самого конца туда идет. Ходишь себе спокойно и не паришься. Гуляешь, ноги раз... О, кто-то не спит вон там. Так, 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 так. Куда собрался? В кальсонах. Что-то в куртке спит. С мандариной. Пойду еще Синемут посмотрю. Ребяшки. На самом деле, реально, встали 3 минуты назад. Так быстро, так комфортно. И мы в Пекине. Спалось очень клево. Очень тихо, плавно. Вагон едет. Он, казалось бы, да, едет вот так шатается, и, соответственно, человек должен кататься. Нет. Лежишь. Thank you. Я даже умыться не успел. Реально, 3 минуты назад встал. Дубак, Дима. В Пекине прохладно. Вот еще раз снаружи. По габаритам он как наш, в принципе, по высоте. Но по компактности организовано все грамотно. А это скоростной поезд. Вот этот ехал 11 часов. Вот мы ехали сейчас 11,5. 1500 километров. А вот этот идет 4,5 часа. 4,3 часа. Полторы тысячи километров. Вот это скорость. Ну, мы поехали специально на этом. Стоит он, напомню, недешево. Около 6 тысяч. То есть это самый дорогой плацкарт, который есть. Но мы покупали прямо в день отправления. То есть это самая-самая высокая цена была. Так заранее, конечно, дешевле. Плюс есть какие-то абонементы. Есть совсем простые плацкарты, как у нас. Реально такие трешовые есть. По 2000 рублей. Трехполочные вот такие. Бокзал Пекина роскошный. Огромный, красивый. Нам пора снимать дальше. Новые выпуски из Китая. Увидимся. До новых встреч. Пока.